Ну так-то всё вроде чепуха. День прошёл, и слава Богу. А ведь нет. Куда ушёл день? Что он понёс туда, в неведомое небо, где пишется памятная книга, где готовится отчёт о всём пережитом? Вдруг возникнет вопрос, и начинается канитель. Сам себе отчёт пытаешься дать. Мухлюешь, немного приврёшь, немного скроешь от суда праведного. Да, простишь ошибки, проступки, мол, кто же не ошибается? И махнув рукой на себя и жизнь свою, натянув на себя благородную маску, начинаешь воспитательный процесс. Там неправда. Те лукавые, эти хитрые, они злые, все грешники. Правды нигде нет. Мир полон подлости. Власть захватили воры. Куда ни кинь, везде клин. «Господи, как ты терпишь всё это зло?» И тут бац! А ты? Как ты сохранился в этом море зла? И вот тут-то начинается. Вдруг всплывает в памяти преступление детства, обман родителей, кража, хулиганство. Слетает маска, сползает краска, обнажается суть. Грязное, противное. Уже не действует самооправдание. Встают обманутые, являются оболганные, и вопль Господу меняется. «Господи, как же ты терпишь меня? Я такая дрянь! Грязь! Грязнее грязи, да ещё при этом из себя изображаю честного и праведного, образцового. Пример для молодых фарисей поганый». Иаков, апостол святой, вдруг возникает. Мужик прямой, суровый, честный и потому уважаемый. Вроде как с любовью говорит без осуждения, но ведь как штык в сердце втыкает. «Все мы много согрешаем». Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и всё тело. Ты понимаешь? Все мы много согрешаем. Он и себя включает в это «мы», и уже не выскочит из этих тисков слова «правды». «Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щёлок, нечестие твое отмечено предо мною», говорит Господь Бог. Ужас! Он всё знает. Он знает всё. Не смыть и не спрятать. Господи, прости, что судил всех. Прости всю неправду мою. Прости. Виноват я. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. И дух правый обнови внутри меня. И вот ведь чудо. Действует. Действительно, Бог есть любовь. Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Опа! Вот это да! Свобода наступила. И радость пришла. Просто благодать. Спасибо тебе, Господь. Слышь, брат, чего мучаешься? Зачем носить этот груз вины? Грызь себя и ближних своих. Давай к Иисусу приходи. Покайся. И Он даст тебе свободу. Точно. Проверено. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...